Привет, гохру! Меня зовут Ник Конкол, я ведущий дизайнер геймплея в The Elder Scrolls Online. Когда вы вступаете в гильдию, а в ней может быть большое количество участников, вы можете выставлять на продажу различные предметы, которые могут купить участники гильдии. Вам позволено вступать сразу в несколько гильдий, так что это не обязательно будет торговая система в кругу друзей. Мы ожидаем, что люди будут создавать гильдии специально для купли-продажи вещей, а вы сможете присоединиться к ним, если нужно. У нас есть банк, в котором вы можете хранить нужные вещи, но покупать вещи вы будете через Guild Store. Это важно, так как гильдии в нашей игре создаются не только для общения с друзьями. Вы можете захотеть стать частью гильдии, чтобы покупать или продавать вещи. Вы можете стать членом гильдии, которая продает нужные вам предметы, либо самому заняться при этом продажей товаров своей гильдии. Вы можете продавать только внутри гильдии или любым игрокам? Внутри гильдии, но у вашей гильдии может быть очень много игроков, так что на практике вы можете продавать любым людям. Мы продолжаем работу над системой гильдии и над игровыми возможностями для них по мере прогресса бета-теста. Сейчас вы можете быть новичком в гильдии, полноправным участником, офицером или главой гильдии. Таким образом, у нас сейчас есть 4 ранга в гильдии с разными уровнями привилегий. Мы планируем развивать эту систему дальше, если хватит времени на разработку. Мы до сих пор храним эту информацию в кругу нашей бета-группы, но по мере приближения релиза количество тестеров будет расти. Мы надеемся, что многие получат возможность увидеть все это в игре очень и очень скоро. Мы хотели, чтобы в игре было много вариантов стрельбы из лука, чтобы это нравилось не только одному типу игроков. К примеру, некоторым людям нравится играть лучником с питомцем, и в этом случае может отлично подойти сорсерер. Вы можете предпочесть лучника, который подкрадывается к врагам, и в этом случае хорошим вариантом будет Nightblade. Идея в том, чтобы позволить игрокам создать именно того персонажа, который им нужен. При этом не должно быть ограничений типа «Если я хочу играть с луком, то мне лучше играть за этот класс». Тем не менее, многие вещи еще будут обсуждаться в будущем, например, поддержка альтернативных видов оружия для стрелков, или интеграция стрельбы из лука в другие классы различными способами. Как и в предыдущих играх Elder Scrolls, для верховой езды используются отдельные типы лошадей, и передвигаться в мире можно только на лошади. Но то, как мы это делаем, немного отличается от прежних игр. Мы хотим, чтобы ваша лошадь росла, а это зависит от ее питания и от условий, в которых она содержится. От этого будут зависеть ее качества. Она может перевозить больше вес, либо развивать большую скорость на коротких дистанциях, либо просто двигаться быстрее долгое время. Мы предоставим много вариантов для кастомизации того, как ведет себя ваша лошадь. Так что в игре будут лошади самых разных типов. Мы не делимся деталями о Биберском городе, пока не будем точно уверены в том, что именно произойдет после захвата всех окружающих территорий в Сиро-Дииле. Так что следите за новостями, и мы расскажем об этом подробнее. Существуют разные способы заработать очки для своей фракции и захватить для нее лидерство. Вы можете захватывать территории, удерживать эти территории какое-то время, удерживать важные точки. Сделайте одного из ваших игроков императором, и это тоже даст много очков. Также вы можете пробраться на вражескую территорию и похитить ценные артефакты. И эти очки будут накапливаться со временем и учитываться в итоговом счете. Общая идея заключается в том, что это будет происходить в течение многих дней или даже недель. И если одна из сторон захватит лидерство, то две оставшиеся могут объединиться против нее. Жаль, что я не могу назвать точные цифры, но это будет единый для всех срок, за которым каждый сможет следить. Это как минимум месяц, возможно даже дольше. Это представитель альянса, набравший больше всех очков. Эти очки могут быть из разных источников. Лечение, убийство врагов, захват ресурсов, удержание локаций. В общем, это игрок в альянсе, набравший наибольшее количество очков на момент достижения условий победы. Когда будут захвачены все укрепления вокруг города, он и становится императором. Это глава гильдии? Нет, это лучший игрок. Это человек, набравший больше всех очков. Я не знаю, как это будет по-английски, но в русском языке есть обозначение для игроков, проводящих в игре очень много времени. Он проводит свою жизнь в онлайне, и его называют задрот. Я не знаю, как это сказать по-английски. Кажется, я понял, мы говорим об игроке, который играет много времени, но играет плохо? Нет. Мы говорим о том, кто играет очень много времени и, так сказать, пропадает из реальной жизни. О, да, у нас есть термин для таких игроков. Думаю, можно назвать их экстремально хардкорными. Да, да. Я думаю, что в нашей игре будет и такой тип игроков. На момент релиза мы будем поддерживать английский, французский и немецкий языки. Затем мы обсудим, какие еще языки добавить в будущем. Могу сказать, что кириллица и русский язык есть в нашем списке. Это означает ли это, что если я буду писать что-то на кириллице, то увижу на экране только непонятный набор символов? А, так вы имеете ввиду не озвучку NPC, а возможность писать? Вообще-то я не знаю ответа, извините. Да, интерфейс полностью модифицируемый, так что вы можете кастомизировать его по желанию. Я не знаю ответа на этот вопрос. Я не тот человек, которого нужно спрашивать об этом. У нас весьма агрессивный подход. У нас будет команда людей, чтобы круглосуточно следить за такими вещами. Плюс у нас есть серьезный набор инструментов для сбора и отслеживания информации. Мы твердо намерены обеспечить честную и равную игру для наших игроков. В данный момент наша игра поддерживает только внутриигровой текстовый чат. Мы ожидаем, что игроки будут при желании использовать TeamSpeak или Skype. В будущем мы посмотрим, будут ли просьбы о введении голосового чата. Мы еще окончательно не определили, где именно будут находиться сервера. Но точно могу сказать, что хотя бы по одному серверу будут располагаться в Северной Америке и в Европе. Где точно, я пока не могу сказать. Возможно, у нас будет сервер в Австралии, может быть где-то еще. Но совершенно точно, что все сервера не будут находиться в одной стране. Это сложно описать, так как в компьютере слишком много разных компонентов. Процессор, видеокарта и так далее. Я не запоминал точных минимальных требований по каждому компоненту. Но мы взяли за основу стандартную машину пятилетней давности. Условно. Это означает, что мы запустили на ней игру и посмотрели, как она пойдет. А затем выписали рекомендуемые спецификации. Вот это вкратце наша цель. Таким образом, неплохой игровой компьютер должен отлично справляться с нашей игрой. И мы регулярно проводим соответствующие тесты. Вообще-то у нас нет для него официального названия. Некоторые люди предпочитают называть его Zen Engine. Но это неофициальное имя. У нас есть отдельная группа тестеров Friends and Family. Это те, кто имеет отношение к представителям студии. Разумеется, они участвуют в бета-тесте. А остальные тестеры выбираются случайно. А речь идет об альфа-тесте или о бета-тесте? В бета-тесте продолжает участвовать группа Friends and Family. Остальные, я уверен, выбираются случайно. Но я не могу утверждать это на 100%. На самом деле, это происходит почти непрерывно. К примеру, в этот уикенд в бета-тесте участвует больше людей, чем предыдущий уикенд. Можете ожидать, что мы постепенно в течение года будем увеличивать число тестеров, чтобы проверить наши железо-игровые системы. Ведь нам надо убедиться, что они поддерживают большое количество игроков. В общем, приглашения мы с вами постоянно. А сколько ключей вы рассылаете за один раз? Я не могу обсуждать официальные точные цифры, но в целом это небольшое количество. Нам нужно убедиться, что игра поддерживает достаточно большое число игроков. И тогда масштабы рассылки ключей будут увеличены. Вы планируете провести стресс-тест, чтобы определить максимальную нагрузку на сервер? Разумеется, мы все ближе и ближе к релизу, так что нам нужно будет представить, что произойдет в первый день запуска. То есть, что будет, когда все зайдут в игру одновременно. Но такой тест мы будем проводить уже во время ОБТ, пока еще рано об этом говорить. Боюсь, что у меня нет пока ответа на этот вопрос. У нас слишком много работы над игровыми механиками. Можно ли узнать, когда планируется старт ОБТ? Мы не обсуждаем конкретные даты, но мы шаг за шагом движемся к этому моменту. Когда наша игра будет готова поддерживать большое количество игроков, тогда мы и обсудим этот вопрос. Мне бы хотелось, чтобы это случилось как можно скорее. Думаю, это будет мой последний вопрос. На презентации мы узнали, что игра готовится к выходу на четырех платформах. Все эти платформы будут отделены друг от друга в игре? Или все смогут играть на едином сервере? Я понял вопрос. PC и Mac будут играть вместе, а у остальных платформ будет собственный сервер. Так что у нас будет разделение на компьютеры и консоли. Окей, спасибо вам большое и удачного дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok